Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания Так, ребята, как вы можете видеть, застрелилось мое колесо. Бедоларное мое колесо. Застрелилось. Сломав локер. Эти. Не было печали, как говорится. Нахрен все разорвалось. Теперь придется ставить запаску. Е-мое! Только новый локер, только этот локер я заклепал, сделал все, как положено, блин. И тут на тебе, менять колесо. Придется менять. Блин, а! Беда, бедовская. Места-то здесь не так уж и много. е-мое. Ладно. Приступаем к работе. Беда, 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 беда. Ман, его величество. Сука. Начал жить своей жизнью. Как это характеризуется. Сначала бабахнуло колесо, причем оторвало нахрен подкрылок, который я два дня назад нормально прикрутил. Дальше. Дальше. Второе. Ладно, колесо я поменял, запаски у меня нету, это бывает. Дальше. Всю дорогу. Как-то то есть, то нету. Щелкает с права стороны где-то там под сиденьем, что-то где-то на кочках. То бишь, я не знаю, где-то что-то там непорядок. Дальше. Еще интереснее. Еще интереснее. После того, как я поменял заднее колесо, правда, это уже стало поздно, потому что я разбортировал покрышку вместе с подкрылком, поставил ее на обочине, грубо говоря, да? С собой не повез, мне негде ее везти. У меня кузов опечатан. Обратно я подкрылок не прикручу, поэтому сзади, с левой стороны, левое, вернее, заднее колесо. Там то ли посломалась пружинка на колодках, то ли там что-то случилось. В общем, такое, что я еду, и у меня сейчас там цок-цок-цок-цок-цок-цок делает, трет что-то, что-то трется. Когда я торможу это трение, цок-цок-цок, это усиливается. То бывает вообще его нету, то бывает оно есть. Но это не пропадает, не исчезает. Поэтому, представляете, что случилось? Сейчас хейтеры просто, я не знаю, это начнут, типа, вот, дармавоз, машина говно, да ни хрена. Любая машина требует ухода, просто давно за ней не ухаживали, наверное. Вот, слышали? Опять этот там цок-цок-цок, здесь тр-тр-тр-тр, вот. В общем, короче, как весной вместе со снегом сходит по всей стране асфальт, так же сошел с ума Эмман. В общем, ну, мне-то надо работать, мне, конечно, придется устранять эти все проблемы и смотреть, ну, просто нету времени пока что. Это бывает не одного дня, вот это вот, это надо сварку, там, может быть, понадобится, там, еще, это, ну, если не дома, это автосервис. Поэтому, я не знаю, как будем дальше работать, без понятия. Видите, ночь на дворе с 15 и 12 я еду в Вологду. Потому что два часа я провозился с колесом. И, кстати, для новичков я-то тупанул. Ну, как я не тупанул, нет. Я поступил мудро. Видите, как получилось. Я остановился, когда у меня бабахнул заднее колесо, я встал на, как бы, прижался обочины. Вот, там, если взять ближе к дороге, то нормально, там асфальтовая обочина. Ну, так как я поступил, типа, знаете, из солидарности, чтоб никому не мешать, я взял больше обочину. Ну, и вот, и лоханулся. А больше обочины, асфальт, как раз вот этот, на обочине заканчивается. И там получается такой, как, ну, насыпь, что ли. Все, я домкратил, поддомкратил, колеса снял, у меня домкрат плюх ушел, я второй домкрат, он у меня плюх ушел. Ладно, парень, молодец, блин, парень, тебе спасибо за... остановился на газели узнать, как дела, ну, нужна ли мне помощь. Помощь, как таковая, мне не нужна была. Но потом выяснилось, что когда домкрат ушел, я у него попросил, я говорю, есть зачечку? У меня, потому что доска есть, но она в кузове, кузов пломбирован. Поэтому вот так вот все и произошло. Он дал мне эту дощечку, больше, в принципе, что мы там вдвоем колесо будем снимать? Нет. Поэтому на этом он поехал дальше, а я остался вот ремонтировать, менять колесо. ну, в общем, как ни странно, есть хорошие люди, которые вот помогают, останавливаются. Их очень мало, но они есть. А у меня капец, ну там подкрылок оторвало, блин, я не знаю. Запаску я еще еле вытащил, потому что я под запаску поддомкратил, поставил домкрат, и он начал. В общем, ладно, ребят, ночь на дворе, я буду ехать, меньше отвлекаться, а то сейчас у Мана еще какой-нибудь признак выскочит. Поэтому смотрите дальше, как я приеду, что опять случится, да? Новое утро, ребята, время 5 утра, подъезжаю к Вологде, до Вологды, 97 километров, и смотрите, какая у нас погодка-то веселая, наметилась. Не то, что дождь, а дождь со снегом, аж. На улице хотя один градус тепла, плюс, ну плюс. Видали? Я офигею. Не, ну понятное дело, конечно, но мы же не в Архангельске, не в Якутии, да? Что в апреле у нас спокойно здесь идет дождь. Такого я от этой местности не ожидал. До сих пор у меня там стучит задняя колодка или что там, без понятия. Это надо вскрывать барабан, сначала откручивать колеса, вскрывать барабан. Ну, я постараюсь доехать так, а когда выгружусь, я займусь этим делом. Поэтому, не знаю, машина живет своей жизнью. Ну, главное, чтобы это было не серьезно, а то так стучит, аж чуть ли не до вибрации доходит. Я прямо вот ногами чувствую, как она тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук делает. Но раньше было у меня такое похожее, похожее колодка была. Но такое было, когда тормозишь. А сейчас это постоянно. Почему причина непонятна. Хотя я там собирал, вроде нормально. Ну, что-то, видимо, обломилось, скорее всего. Поспал на Газпроме буквально два с половиной часа, потому что ехать уже как раз перед Ярославлем. Ехать было невозможно. Настолько я устал, что ехать было невозможно и закемаривал буквально на два с половиной часа. Проснулся вовремя, все по будильнику и спокойненько поехал дальше. Это лучше, ребят, чем лететь с вами голову непонятно куда, зачем. Итак, народ, время утра. Я уже на разгрузке. Как и обещал, в девяти часам я приехал, заказчика не подвел. Хотя время еще у нас 8.15. Время. Я приехал раньше. Нахожусь сейчас в городе. Вологда. Пока еще меня никто не выгружает. Сделал себе завтрак. Свою любимую ишенку. Она еще только парит. Сейчас буду ее есть с колбасой, с лучком. Сейчас еще кетчупа туда, майонез. Так, чай надо налить нам. Так, вот у меня уже чаек заварился. Вот так вот сегодня я буду завтракать. Итак, началась выгрузка. Так, вот я припарковался. Так, вчера запаковал диск. Крыло отлетело нафиг. Зато сейчас стоит абсолютно новый диск. Вот такой расклад получился у нас с этими коробками. Получается три коробки намокло. Как видите, вот у этой вроде все нормально, но просто вот это мокрое. Но сказали забраковали. Не знаю почему. Вот сильно пострадала в основном вот эта вот часть вот этого дерева видите, чуть-чуть разбухло. Вот. А с этой стороны вроде нормально. И вот эта вот третья коробка тоже взбухла. Вот эта вот часть видите. Поэтому все три забраковали, написали акт и сказали, что вроде как придется за это все заплатить. Дальше идем. Так, это идем со склада. Причина была причина почему так все это случилось. Причиной почему вот это намокло, потому что это стояло в этом краю получается. Также были обшиты фанерой вот эти стенки, но вот эти дырки вот они не были заткнуты. Получается они оставили пространство. И так как сегодня с утра шел снег с дождем, с утра это все намокло. Вот видите, часть осталась, сейчас эта часть поедет Череповец. Вот так вот. Видите, здесь снизу проложили, вот, а там снизу ничего просто нету. Поэтому вот так печально все это и выглядит. В общем будут разбираться что к чему, кому за это платить, скорее всего мне, выставят счет и там посмотрим. Ладно, на этом печальные новости заканчиваются, мы едем дальше. Так, мы на второй выгрузке, пойдем посмотрим, что там происходит. ладжетку. так ну что выгрузка идет потихоньку в общем выгрузили меня на этой точке здесь слава богу все благополучно